Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, рад вас всех видеть, и сегодняшнее видео будет скорее подкастом, так что вы можете смело поставить на паузу, сходить за чаем, взять какую-нибудь плюшку-ватрушку и, в общем-то, возвращаться, просто прослушать всё это дело. Говорить будем сегодня о новых боевых рейтингах, которые были заанонсированы вчера, а я это событие благополучно пропустил. Ну, как всегда, анонсировать мы умеем. Там анонса не было, всё это происходит только на форуме, на котором сидит полтора землекопа. И мне хотелось бы, естественно, высказать своё мнение. Знаю, что оно никому не уперлось особо, но, скорее всего, вам просто интересно это будет послушать. Всё равно бы просили высказаться. Плюс некоторые, наверное, вообще не знали о том, что произошло, поэтому буду сначала говорить боевой рейтинг, а потом те, кто хочет, уже могут и моё мнение сквозь себя пропустить и сравнить. Итак, Т-28 получил обновлённый боевой рейтинг во всех режимах с 2.3 до 2.0. У меня есть один маленький вопрос. Зачем? Это максимально тупо, потому что Т-28 был и так хорош, понижать ему боевой рейтинг — это идиотизм высшей категории. А вот Т-28Э почему-то остаётся на 2.7. То есть Т-28Э, который, в отличие от обычного Т-28, ну, такой страдальческий, он только хуже стал, и у него теперь с БРом просто дичь какая-то творится. То есть обычного опустили, этого не трогают. С моей стороны это прям странно видеть, и лично я голосую за то, чтобы вернуть Т-28 на 2.3 обратно, и зачем это изменение? Ну, хотя бы, если вы ставите ниже Т-28, поиграйте, ща будет имба, то и Т-28Э спустить на 2.3. Как бы, ну, это логично, но логику искать в изменениях иногда не стоит, я понял. Су-57Б — машина, которая вроде как страдала, но лично я на ней не играл, поэтому высказывать по ней никаких своих мнений не буду. Не знаешь — закрой рот. Поэтому 3.3 будем смотреть, когда до неё дойдём. КВ-2 ЗИС-6. Получил нерв бронепробития, получил 5-0. Скажу одно, бронепробитие сказалось на нём не так сильно, сейчас я на нём играю и делаю на него обзор. А вот то, что у него апнулась броня, из-за того, что пробитие под углами стало у многих танков хуже, его только апнуло. Поэтому КВ-2, не став хуже, получает сниженный боевой рейтинг. И да, конечно, он не устраивает экстерминатус теперь ромбующим тигром с огромной дистанцией и что-то вот из этой серии. То есть он хуже стал пробивать, конечно, но его пробития до сих пор достаточно. Он, может быть, потерял свою актуальность как ультимейт нагиб машины и луч смерти, но он всё ещё хорош был бы на 5-3. А на 5-0, ну, прям вообще хорошо будет себя чувствовать. Имбовать не станет, ибо КД, ибо медленный. Но, в общем, я рад. ИС-7. Получил баф пробития, получил повышенный бр 8-3. На нём я 100 лет не играл, у меня его нет, поэтому протестить его на 8-3 не могу, но одно точно выскажу. ИС-7 и до этого очень хорошо ловил бобсы и кумулятивы своим лицом и взрывался. Теперь, думаю, ему будет это делать ещё веселее. Но и противнику, если тот замешкал, тоже не поздоровится. Тигр со 105-ти миллиметровкой получил 6-7. Аллилуйя! Это случилось невероятно! И это суперправильное решение. Теперь у нас будет несколько тигров на одном БР, для тех, кто хочет побольше, и для тех, кто хочет поскорострельней. Вот и всё. И решена проблема этого страдальца. Скорее всего. Вряд ли он станет суперпопулярным, всё равно 8-8 на этом БР веселее будет, но зато хотя бы его проходить будет не так больно. Панцеры третье. М и Л. Получили снижение до 3.0 БРа. Для них это может стать сигналом к тому, что они чаще начнут попадать в песок, а там их броня может позволять танковать. Так что, в целом, пойдёт на пользу. Я бы не сказал, что они прям такие имбы, которые совсем никак не уничтожаемы, но всё-таки с 3.0 они будут меньше попадать теперь на КВшек и вот это вот всё, а значит будут лучше себя чувствовать. ОФ-40. Получил снижение с 8.0 до 7.7. Лично я считал эту машину неплохой и то, что теперь у неё 7.7, ну что ж, здорово. Давно на ней не катался, поэтому актуальности своих слов сейчас нет у меня никакой уверенности в том, что она была плоха или хороша. Надо поиграть, надо посмотреть. Атоматик повысили БР. Я сам ещё не катал, поэтому ничего высказывать не буду. Было 9.0, стало 9.3. Итальянским наземным юнитам, которые без башни, то есть САУ различным, понизили боевой рейтинг на один шаг вниз. И я катал на некоторых из них, особенно вот та, которая на 4.0, и она была хороша, а теперь с новым БР, чувствую, она заиграет прям конфеточно. Будет очень хорошая замена Штугу. Но в целом они никогда не имбовали, и сейчас, я думаю, не начнут. Далее, М36Б1. Это тот самый страдалец, который мне казался ужасным, а потом я на нём поиграл, и в общем-то ничего так. Это, напоминаю, что-то типа слагера, только у итальянцев. Он почему-то, в отличие от слагера, который на 5.7, попал на боевой рейтинг 6.3. И даже несмотря на то, что вроде на цифрах всё смотрелось вообще ужасно, он игрался плюс-минус терпимо. На 6.0 вообще идеально. Учитывая, что ему чуть-чуть подняли бронепробитие и снизили БР, я думаю, будет прекрасная машина для геноцида невнимательных противников. Но и самому в ангар отъехать всё так же легко, можете не переживать. Р3, двустволочка, получила повышение БР до 7.0 с 6.7. Для неё ничего не меняет, геноцид как был, так и остаётся. Главное, умело спрятаться или влететь противнику в борт и раздать ему православной мощью. Чентауру получил 7.7.8.0. Ну что ж, пора делать обзор. Когда-нибудь я его докачаю и выскажу своё мнение, а пока мне нечего сказать. Т-20 с 5.0 улетает на 5.3. Вполне понятный, так скажем, шаг от улиток, но есть один момент. Он как бы получил баф пробитии и мне кажется, он всё ещё остаётся вполне хорошим танком, поэтому плакать по этому поводу не имеет смысла. Пробитие там сейчас почти 150 по нормали и для этого БР всё будет хорошо, потому что он не стал попадать к 6.7, а значит, актуальность не потеряет. То же самое касается и Джамбо. Обычный Джамбо с 4.7 отправляется на 5.0, учитывая, что сейчас его будут чаще встречать ИСы и прочие там ребята, может ему быть хуже. Но, в принципе, он игрался нормально, обычный Джамбо, хоть я его и не люблю, но признавал, что он был имбоват, особенно когда попадал на 4.7. Теперь таких случаев станет меньше, а вот страданий на 6.0 у Джамбо прибавится. А когда он попадал на 5.7, ох, это было больно. Теперь ощутите и покайтесь. А вот длинноствольный Джамбо получил вообще 6.0. Было 5.7, и как бы я бы не сказал, что он был там прям супер-хорош, мягко говоря. Поэтому то, что ему дали 6.0, для меня скорее минус, чем плюс. Зачем, непонятно, но страдать теперь он будет нещадно, потому что очень часто, скорее всего, его начнет закидывать к 6.7, иногда к 7.0. В общем, это будет очень больно, потому что броня уже там вообще не танкует, его орудие как бы нормальное, но пробивать, например, в лоб башни какого-нибудь Королевского Тигра тяжеловато. Вообще-то каморником-то не получается, приходится под калибером. Танк, в общем, супер устаревший, и для 6.0 не годится никак. Далее. Т-29 получил ап БРа до 7.0 с 6.7 в аркаде, только, к сожалению, не знаю, как он играется в аркаде на 7.0, но на 6.7 он себя хорошо чувствовал. Т-32Е1. Получил повышение БРа на одну ступень, с 7.0 до 7.3. Мне кажется, для него конкретно ничего не изменится, он как был очень хорош, так и останется очень хорош. У меня только один вопрос. Почему обычный Т-32 остался на 7.0? Неизвестно. Он бы тоже нормально себя чувствовал на 7.3. Но раз захотели разнести, то кто ж против. Теперь у нас такие БРы, и, в принципе, для Т-32 их ничего не изменится. Т-34 также в аркаде отправляется на 7.0. Ей, в общем-то, вообще без разницы, учитывая, что у нее сейчас пробитие под 280 миллиметров. Ну, ей вообще без разницы. Вот и все. Кобра Кинг. Ну, тот же Джамбо. 5.0, естественно. Т-28 или Т-28, это ПТшечка, типа Т-95, только с одним рядом гусениц, отправляется в аркаде у нас на 6.7 с 6.3. В РБ вы все еще можете разносить неверных на 6.3, используя теперь каморники с пробитием по 250 миллиметров. Так что, ну, как бы ее можно и на 6.7 кинуть, вообще везде было. Райс получил снижение Бэра М60А1 с 9.0 до 8.7. Не забыли, страдальца должен на 8.7 чувствовать себя лучше, хотя я на нем, опять же, не катался, по-моему, или катался и остался доволен. Я не помню просто страданий на М60-х в последнее время, поэтому, ну, как бы хороший шаг, они не имбовали, пусть так и будет. МБТ 9.0 вместо 9.3. То же самое касается и КПЦ. На них в последнее время много ныли. Согласен, постоянная игра с 10.0 это больно, но боевой рейтинг 9.0 на то и 9.0, что будет также попадать с 10.0. Может быть, чуть реже, но чё-то я сомневаюсь. У нас техники 10.0 БРа очень много, поэтому, попадая к 10.0, будет больно. Но вот на 9.0 эти танки будут очень хороши. Британец AC 4.0 получил с 5.0 5.3 во всех режимах. Он был суперхорош, учитывая баф обычных снарядов, он должен быть просто имба, поэтому 5.3 тоже нормально, вообще сойдёт, ничего не потеряете. Берите, наслаждайтесь. Чифтан Марк 10.0 получил 9.0 с 9.3. Тут ситуация весёлая на самом деле. Он, ну, непонятно зачем нужен, ни на 9.3, ни на 9.0. Почему бы его на 8.7 не отправить с Райзом? Вот я не понимаю, то ли долго доходит, то ли что. Короче, на 10.0 это тупо корм. Да, в принципе, это мясо и для 9.7, поэтому 8.7 ему самый раз было бы. Джамбик французский получил 5.0, это понятно. С-35, типа бронированный бронепирожок французский, получил 1.3 вместо 1.7. Может быть, ему будет веселее танковать против каких-то там чуваков на 1.0, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что броня там около 40, что ли, миллиметров. В общем, не сильно для него что-то поменяется. Р-39 получил 1.0 с 1.3. Бесполезный танк, вообще не знаете о его существовании, не знаете дальше. Си Эй Лоррейн, который, помните, любимчик-то мой, шикарная САУ, это как Лоррейн, только без башни. Но у Лоррейна 7.0, а у нас стало 6.3, а было 6.0. При этом орудие у нас 100-миллиметровое, также и пробивает оно три сотни миллиметров брони. То есть, как бы, маус не проблема, но мы с ним даже не попадаем. Поэтому Си Эй Лоррейн, ему, в принципе, без разницы, что 6.0, что 6.3, что 6.7, он все пробивает, для него геймплей не сильно меняется. Поэтому 6.3 не обидно нисколько, катайте, машина классная. А МХ М4 получил 6.7 с 6.3. И вот это не очень хорошая тема. Он был не очень на 6.3, потому что не хватало пробития. Ему апнули пробитие и подняли до 6.7. Ну что ж такое, он стал опять не очень, потому что это пробитие, которое вот только стало нормально, подняли БР. В общем, по М4 очень спорно. Можно было и 6.3 оставить, не вот бы он имбовал, тем более с этой механикой до зарядки. AMC 35 ACG1 с 1.7 получил 1.3. Ну что ж, ликуйте. Помните ЮАРку и 35-й AMC. Вот это те танки, на которых надо проходить первый ранг Франции. Получайте, распишитесь 1.3 вместо 1.7. Пройти его станет еще легче. AMX 30 получил 7.7, причем в двух модификациях, как обычный, так и 72-го года. Нормально ему живлось и на 7.3. На 7.7, думаю, тоже не сильно что-то поменяется. Это такой типичный леопардоподобный танк, и страдать он явно не станет. Лоррейн 40 тонн получил вообще 7.3 вместо 7.0, а в аркаде 7.0 вместо 6.7. Так что, любители лоры, где же вы? Помните его БР-6.3, да? Или сколько у него? 6.3, по-моему, у него было когда-то даже. Или 6.7. Ну то есть, больно. Очень больно. Лоррейну и так ремонт впаяли. Теперь еще и БР какой-то нереальный. Танк-то супер веселый, но его пытаются загнобить и затоптать всеми усилиями, которые только вообще возможны. Кстати, заметьте логичность. Последнее изменение. АМХ-50 получил в аркаде 7.0, ну типа 34-ок. А почему он не получил 7.0 в РБ, где у него 6.7, я не понимаю. То есть, но почему он не получил ап по РБ-шному БРу, не понимаю. В аркаде 7.0, окей. В РБ почему не повысили, теперь с пробитием в 300 мм, непонятно. В общем, танк классный. Видео было буквально вот на днях, поэтому качайте, наслаждайтесь. Вот такие вот у меня сегодня истории интересные про боевые рейтинги. В целом, много положительных изменений, но есть несколько очень странных, типа Т-28, типа того же самого вот АМХ-а, М4-го. В общем, есть странные моменты, которые надо было бы как-нибудь решить, но что-то вот не срослось по ходу. В общем, как всегда, двигаемся вроде в правильном направлении, но немного с неправильными шажками. Посмотрим, каково это будет в игре. В целом-то все хорошо, вроде как баланс более-менее улучшился. Пишите, что вы думаете по поводу этого всего дела, а я пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok